Алексей Калугин. Пустые земли. Глава первая. Джаггер вел группу через пустые земли. Все складывалось удачно, как никогда. И в этом уже следовало бы почувствовать подвох. У зоны не бывает любимчиков. Она объективна, тут ей следует отдать должное. Если ты получил, что искал, значит, с чем-то другим придется расстаться. С друзьями, здоровьем, деньгами. Со старыми, въевшимися в кожу привычками. С жизнью, в конце концов. До сонной лощины они добрались, как и планировали, ровно за день до выброса и переждали еженедельный чернобыльский мини-катаклизм в бетонной трубе, уходящей глубоко под землю. Так глубоко, что до конца ее никто не добирался. Бохвалился енот, что спустился он до самого низа, а там... Дальнейший рассказ о том, что встретил енот, в конце сей длинной и не менее таинственной трубы, варьировался в зависимости от количества и качества, принятого сталкером спиртного. Это могло оказаться семейством бюреров, в 50 как минимум голов, которых енот, понятное дело, всех положил из автомата. А среди поганого барахла, павшего бесславной смертью семейства, нашел енот два мешка супердуре, именуемой кжелкой, который и загнал потом за бешеные бабки. Или гигантская лужа синей ртути, которую черпать не вычерпать. Или россыпи драконьих глаз. В последнюю историю енот, как правило, вплетал очень живую детальку. Драконьих глаз было так много, что он просеивал их через особое сито, чтобы собрать только самые крупные. А как-то раз он допился до того, что встретил в конце трубы Семецкого, который лично благословил енота на дальнейшие подвиги. Джаггер, как и все здравомыслящие сталкеры, ни единому енотову слова не верил, и забираться в трубу дальше, чем следовало, не собирался. Они пришли сюда не для того, чтобы подземные ходы исследовать, а чтобы почистить делянку, про которую разузнали сталкеры из клана Гонг. Как уж они про нее узнали, их забота. Но поскольку для того, чтобы пройти через пустые земли до сонной лощины, а главное, живыми и, по возможности, здоровыми, назад вернуться, нужен был опытный проводник. Гонги обратились за помощью к Джаггеру и не просто попросили группу до места довести, а сделали весьма заманчивое предложение, из разряда тех, от которых невозможно отказаться. Джаггеру уже приходилось работать с гонгами и в целом впечатление о них у сталкера сложилось благоприятное. В клан Гонг объединились сталкеры, не отягощенные никакими высокими идеями. На политику им было плевать, на любую идеологию плевать трижды. Единственный принцип, которого все они придерживались, сводился к тому, что зона представляет собой не что иное, как насмешку некоего безымянного творца. Того, кто в свое время высморкался сингулярностью, которую возьми, да и разразись большим взрывом. Таким образом, появление зоны было предопределено в самый первый миг рождения нашего мира, когда Творец впервые сказал ОМ Во всем, что происходило вокруг, гонги искали повод для шуток. Однако упражнялись в остроумии они лишь у себя в лагере и в барах, куда нередко заглядывали. На маршруте же эти ребята были исключительно серьезны и собранны. Группа, которую вел Джаггер, состояла из шести человек. Два гонга с крестовидными нашивками на рукавах, Год в зоне и не меньше пяти ходок, Маркер и картридж. И четверо отмычек, впервые решившие попробовать зону. Шли неплохо, хотя без неожиданностей, как водится, не обошлось. Но до трубы добрались в срок и без потерь. Переждали выброс, а на рассвете двинулись искать делянку. Солнце светило так, будто лето никогда не кончится и все вокруг должно. Да нет же, просто обязано цвести и благоухать. На пляже, в такую погоду, сущая благодать. А в защитном комбинезоне, с противогазом на морде, В перчатках и с плотной защитной сеткой, ловящей жгучий пух, Сразу после выброса черт знает откуда летящие большими серебристыми хлопьями. Убиться можно. Но дело того стоило. Еще как стоило. На делянке чего только не было. Казалось, можно с лукошком ходить и собирать бирюльки, словно грибы. Но это только дураку так могло показаться.